Райно-300 Это изобретение выведет полив растений в саду на новый уровень. Для начала размещаем эту тележку в нужном месте. Подключаем 150-метровый шланг к источнику воды и готово. Можно начинать полив. За него отвечают два круговых дождевателя с тремя форсунками, которые осуществляют выброс воды в диаметре 50 метров с помощью насоса, работающего от бензинового двигателя. Интересно, что хоть эта тележка и не оснащена какой-либо автономной системой, она может передвигаться самостоятельно и производить полив в разных местах. Перед ее использованием кабель разматывается и крепится к колышку, вскопанному в землю. За счет двигателя кабель медленно наматывается на катушку, из-за чего и происходит движение тележки. И, кстати, эта тележка для полива пригодится не только в саду, но и даже на поле, куда ее можно отбуксировать любым транспортом с помощью сцепного устройства. Paper Pot Перед вами далеко не высокие технологии. Никаких двигателей, никакого искусственного интеллекта и всего прочего. Просто тянем эту штуку за собой, и растения высаживаются. Но обо всем по порядку. Сначала нужно подготовить саженцы в лотках с соединенными между собой бумажными ячейками, а затем поместить их в приспособление от компании Terratec. Когда вы тянете его за собой, цепочка ячейк с саженцами автоматически распутывается и попадает на землю. Передние колеса аппарата тем временем засыпают их землей. В итоге, по данным производителя, 264 саженца оказываются в земле за 5 минут. Представляете, сколько посадок можно сделать за несколько часов? И это с помощью решения, которое стоит 796 долларов. Правда, нужно дополнительно покупать лотки с ячейками от этой же компании, но приспособление все равно стоит того. ТУТИЛО Давайте будем честны, пропалывать грядки от сорняков не любит никто. Это долго, скучно, а потом еще и болит спина. Как хорошо, что есть приспособление, которое может облегчить столь сложную задачу. Главное – это не уснуть в процессе. Умельцы из компании TutiTerra сделали машину, которая позволяет лежать во время прополки. И даже педали крутить не нужно. Решение едет самостоятельно с помощью электродвигателя. Человек лишь пользуется пультом управления для регулировки скорости и направления. Однако бесконечно все же не поездишь. Каждые 30 часов машину нужно заряжать. Внутри все можно отрегулировать для удобного положения, а двигатель, как заявляется, работает без звука. Плюс сверху есть крыша, так что солнце не напечет. Интересно, что существует подобная машина, которая все же предоставляет возможность заниматься прополкой бесконечно из-за наличия солнечных панелей. Идеальное решение для любителей ухаживать за садом. Поработал – поспал, поработал – поспал. И все это, не двигаясь с места. AirMax. Если в вашем саду есть водоем или бассейн, то в нем можно сделать фонтан. Для красоты, для какой-либо практической задачи, без разницы. Изобретение от AirMax можно использовать для всего и при любых условиях. Самое простое решение – это фонтаны Эко Сиерис. Они подойдут даже для мест глубиной, начинающейся с 61 сантиметра. Есть три режима распыления, плюс можно установить различные насадки, чтобы разнообразить выброс воды. Еще есть возможность управлять фонтаном издалека. А вот Понт Сиерис и Лейк Сиерис – это уже более продвинутые решения, которые подойдут для водоемов с большей глубиной и предоставляют пользователю больше возможностей. Тут у нас есть панель управления с таймером, с помощью которой можно запрограммировать работу фонтана. Дополнительно присутствует подсветка, из-за которой фонтаны этих двух серий становятся произведением искусства. Верго В отличие от прополки, собирать урожай – это самая приятная часть садоводства. Но и эту работу у человека может отобрать робот от компании Rute AI. У него есть набор камер и инфракрасный лазер, с помощью которого садовый помощник проводит 3D-сканирование, чтобы понять, какую работу он может выполнить. После робот оценивает состояние плодов и степень их зрелости, а затем составляет наименее затруднительный и более быстрый маршрут для сбора. Потом к работе приступает роботизированная рука со специальным захватом под выбранные плоды. Собирая овощи, фрукты или ягоды, робот ведет подсчет плодов, постоянно оценивает свою работу и учится тому, как наиболее эффективно собирать определенные культуры. Так что, вероятно, недалек момент, когда робот будет заниматься сбором урожая куда лучше людей. Тартенпест Это пятнистая фонарница. Она поедает все, что встречает на своем пути. Но у нее появился противник, которого создала группа студентов из университета Корнеги Меллана. Он называется Тартенпест, а его вооружение – это вращающаяся щетка на конце роборуки. И нет, он не гоняется за вредителями со своей небольшой скоростью в 9 км в час, а избавляется от яиц, которые насекомые откладывают на деревьях. Но сначала робот, конечно же, их ищет. Для этого у него есть компьютерное зрение и алгоритм глубокого обучения, который был натренирован на базе данных из 700 фотографий яиц. Надеемся, что этих студентов найдет какая-нибудь компания с большими финансами, а потом, может быть, мы станем свидетелями того, как у Тартенпест появятся другие металлические помощники, справляющиеся с другими вредителями. Впрочем, уже сейчас есть кандидаты, которые могут вступить в робокоманду. Они летают по саду, обнаруживают вредителей, а затем сбивают их своим корпусом. В целом, мульчирование – это не главная необходимость в саду. Но почему бы и нет, если его можно сделать так быстро? Пластиковая мульча укладывается в специальное приспособление. Два оператора берутся за ручку и начинают тянуть его за собой. Бороздорез в передней части устройства разрезает почву, а рулон шириной от 90 до 160 см постепенно разматывается и укладывается на почву. Представляете, сколько сил и времени можно сэкономить? Ради этого абсолютно не жалко заплатить 960 долларов за изобретение. Бёрн Кэйдж Умельцы из компании DR Power Equipment предлагают решение, которое позволит забыть обо всех проблемах, возникающих во время сжигания садового мусора в бочках. В этой клетке, как заявляется, температура достигает почти 900 градусов Цельсия из-за перфорированных стенок, поэтому остается намного меньше мусора, чем при использовании традиционных бочек. Сжигать мусор в такой клетке легче и удобнее. С ней идет крышка, оснащенная ручками, а еще решение можно просто сложить и убрать даже в самое тесное место. Ладно, вообще-то у обычной бочки есть преимущество. Ее можно найти бесплатно, а за специальную клетку нужно заплатить 350 долларов. EWRS Pivot Обратите внимание на огромный размер шин от Evolution Wheels. Да, они приспособлены для движущихся ирригационных систем, работающих на огромных полях. Однако решение идеально подойдет для любой техники, которая используется в обычных домашних садах. Для начала стоит сказать, что благодаря решению компании можно забыть о проблемах со сдутыми шинами, и WRS Pivot безвоздушные. Также обратите внимание на рисунок протектора, его вогнутый профиль и сжатие шины. Все это сделано таким образом, чтобы можно было забыть про образование колеи. Плюс ко всему этому можно забыть и об очистке шин. Есть активная система удаления грязи, которая обеспечивается геометрией отверстий в сердечнике. В общем, решение от компании Evolution Wheels можно спокойно перенимать для оснащения небольшой агрокультурной техники, чтобы вывести работу в саду на новый уровень. Garden Master Компост, древесные опилки, земля, гравий, песок, мусор и многое другое можно просеять с помощью этого устройства от компании Xava. Устанавливали когда-нибудь мангал? Значит, с легкостью справитесь и с Garden Master. Правда, отличия все же есть. Устройство от Xava нужно подключить к электропитанию. Принесли устройство в нужное место, разложили ножки и, в общем-то, все. Остается только нажать на кнопку, после чего начинает работать двигатель, обеспечивающий тряску со скоростью 3000 оборотов в минуту. Можно просто скидывать все, что нужно просеять сверху, а потом собрать мусор снизу. А можно подвести под устройство тачку. Именно для этого оно имеет такое большое пространство снизу. Стоимость Garden Master 643 доллара, а тех, кому кажется, что это слишком много, компания заверяет в быстрой окупаемости. Сортинг тейбл. Стол за 2500 долларов. Дорого, ничего не скажешь. Можно подумать, что он понравится коллекционерам. Но, к сожалению, не понравится, потому что он нужен не для выставок, а для сортировки орехов. На стол размером 127 на 144 сантиметра и весом 38 кило нужно просто высыпать орехи вместе со всем остальным мусором, что попался во время сборки. Затем включается двигатель, который начинает трясти стол. Таким образом, все ненужное попадает либо на землю под устройством, либо в предназначенную для мусора емкость. Если пользователь удовлетворен оставшимся на столе содержимым, то все это можно сбросить в находящееся сзади хранилище. AirPod Как утверждается на сайте компании AirPod, их горшки используются в 42 странах мира ведущими садоводческими учреждениями для выращивания всего, что можно придумать. Популярность обусловлена простой вещью. Одноименные горшки компании обеспечивают более хороший рост растений. Происходит это из-за специфической формы. Из-за нее каждый корень направляется к воздушному отверстию, после чего воздух обезвоживает кончик, обрезает его и стимулирует ветвление корней. Так происходит до момента, пока не образуется масса здоровых корней. К этому добавляется аэрация, идеальные условия для бактерий и многое другое. Стоимость варьируется в зависимости от объема и начинается с 20 долларов за самый маленький вариант и достигает 157 долларов за самый большой. 10 лет разработки, советы арбористов, множество испытаний в разных местах и условиях. И вот перед нами защитники саженцев деревьев. Это просто ограждение. Они дают саженцам укрытие от экстремальных погодных условий и животных, тем самым увеличивая процент выживаемости. Ограждение не оказывает никакого влияния на саженцы, так как сделано из стопроцентно экологичных материалов. А через два-четыре вегетационных сезона, в зависимости от местоположения, ограждения и вовсе разлагаются, оставляя после себя только воспоминания о полезно потраченных 73 центах. Что если бы были подобные защитные ограждения, которые мониторят состояние деревьев? Например, прослушивают исходящие от них звуки. Растения и правда их издают. Так исследователи из Тель-Авивского института зафиксировали щелканье дерева, исходящее с громкостью человеческой речи, но на слишком высокой частоте. Хоузрил А вот решение за 1067 долларов, которое определенно сделает удобнее работу в саду для тех людей, что знакомы с утомительными шланговыми манипуляциями. Для начала, благодаря решению, размотка и намотка шланга больше не связаны с каким-либо запутыванием, так как у устройства есть барабан. Причем шланг может быть разным, в дело вступает универсальность решения. А если необходимо сменить один барабан на другой, то здесь поможет запатентованная технология, позволяющая менять детали без какой-либо деформации. Также важно, что решение еще и можно легко катать по территории, так как есть колеса и ручка. Ярдроид Перед вами многофункциональный помощник для сада под названием Ярдроид. В его башне есть три отдельные насадки, которые могут поливать растения, распылять гербициды или пестициды. Причем все это осуществляется под чутким контролем бортовых систем компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Также робот умеет полностью автономно косить газоны, следуя запланированному маршруту благодаря тому же умному оснащению. Еще одна функция робота заключается в том, что он умеет работать воздуходувкой, поэтому запросто избавит вас от всех листьев, что увидит на своем пути. Этого мало? Еще раз обратите внимание на башню робота. Там есть видеокамера. С ее помощью Ярдроид может переквалифицироваться из садового работника в охранника, записывая нарушителя на видео и обрызгивая водой в том случае, если он отказывается уходить. Проплагер Шагните, поверните, потяните, и вы готовы к посадке растений. Лунка создана. Никаких приседаний и напряжения в спине. Даже можно не поворачиваться сразу после выкапывания лунки, чтобы сбросить землю. Она копится внутри проплагер, поэтому опорожнить устройство можно позже. Проплагер — это не инновация с кучей шестеренок и сложных механизмов, да и сделан он из сварной углеродистой стали. Однако, простота не мешает ему хорошо справляться со многими задачами, такими как пропалка, взятие образцов почвы и добавление удобрений к посадкам. Инструмент «Все в одном» стоит всего 45 долларов. Главное — это через 5-10 лет не слишком активно работать этим инструментом, так как есть вероятность задеть вот такого робота-червя. Как говорят создатели, его можно будет закинуть в землю, после чего он начнет полностью автономно перемещаться и собирать различные данные. Уэмер Хватаемся за ручку этого приспособления и начинаем увлекательное приключение в мир быстрого сбора фруктов. При перемещении тележка захватывает плоды с помощью своего шипованного барабана, а затем автоматически скидывает их в прикрепленное спереди хранилище. У каждого садовода свои потребности, поэтому производитель создал несколько тележек, отличающихся по весу, размерам и вместительности передних хранилищ. Начинается ассортимент с модели, которая имеет вес 34 кило, ширину 80 сантиметров, и два ведра по 12 литров. Заканчивается модельный ряд решением, которое уже не сдвинешь вручную, так как его вес достигает 95 кило, ширина 150 сантиметров, а хранилище увеличивается до 36 литров. Бароу Бадди Когда-то давно новатор Боб Торсон сделал из картона и скотча поднос для хранения инструментов, а затем эта поделка переросла в гениальное решение для сада. Это держатель для инструментов, на котором можно перевозить два инструмента с короткими ручками и два инструмента с длинными ручками. В то же время это водонепроницаемый отсек для хранения телефона и держатель для напитков. В общем, данный модуль превращает все самые популярные модели садовых тачек в средства для перевозки всего, что нужно. За решение нужно заплатить 42 доллара, что определенно заслужено, а может даже мало. Бэкэнад Это решение буквально спасет вашу спину и колени во время сбора орехов. Благодаря этому приспособлению больше не нужно ползать, нагибаться, приседать или делать другие движения, которые не очень радуют наше тело. Достаточно просто держаться за ручку и ходить там, где лежат орехи. Сбор происходит за счет своеобразного барабана, который вращается при движении, подхватывает лежащие на земле орехи, а затем сразу же скидывает их в корзину. Да, кроме толкания сборщика вперед, есть необходимость еще приносить, устанавливать и снимать хранилище для орехов. Однако есть про-версия, которая оснащена местом для размещения сборных ящиков, так что она сделает весь процесс еще чуть проще. Цена этой модели больше и составляет 899 долларов, в сравнении с более простым решением за 520 долларов. Тугейзер Фарм Как связаны сад и лего? Комплектами этих блоков. В них входит по 24 элемента размером 25,4 на 5 на 5 сантиметров, из которых в саду можно сделать все, что только душе угодно. Ограждение для грядок, сами грядки, либо что-то другое. Это действительно работает как с лего, ограничение только в фантазии и количестве блоков. Как и в знаменитом конструкторе, для возведения структур не нужно никаких измерений и ударов молотком. Поставили один блок, на него второй, затем третий. Впрочем, вы и сами знаете, как это работает. А еще блоки выполнены полностью из переработанного пластика, так что они, во-первых, никак не взаимодействуют с окружающими растениями и почвой, а во-вторых, радуют фанатов экологии. Субтитры сделал DimaTorzok